Приветствую вас и уж коль вам нужно быстро справиться по твоим страхам, то я предлагаю вам несколько подходов к решению вашей проблемы. Во-первых, давайте скажем так. Итак, вы пишете, у вас есть страх сделать что-то плохое людям, совершить правонарушение, когда вы находитесь в людях, в местах. Когда вы идете по улице, иногда глядываете в сторону людей и пытаетесь убедиться с людьми в порядке. Понимаете, вот вы говорите, людные места. Людные места. Что для вас есть нелюдные места? То есть, когда вам не страшно. Когда этот страх отсутствует. Это первое. Значит, когда у вас отсутствует страх, вы спокойны. И вам нужно выявить основные моменты того, что определяет ситуацию, когда у вас нет этого страха. А также определить моменты, когда и при каких условиях этот страх начинает появляться. То есть, это определенное какое-то, не знаю, количество людей. Или это определенное обстоятельство вашей уже жизни. Может быть, что-то еще. Пока не очень понятно, что именно. Но определить это нужно для того, чтобы вам самой было проще. Если вы сможете для себя определить вот эти вот вещи. Если вы сможете выявить признаки, черты, ситуации, когда вы испытываете страх. И когда вы его не испытываете, то тогда вам будет легче это контролировать. Вы сможете это контролировать. Вы сможете не переходить в ту черту. Когда страх вроде бы есть, но он еще не овладел вами настолько, чтобы у вас прямо вот паника была. Значит, это первый момент для вас. Определить, какие именно обстоятельства вызывают у вас страх. Далее, вы, наверное, понимаете такую вещь, что когда и если вы столкнулись с ситуацией, вызывающей у вас тревожность, то есть когда это еще не страх, но уже так храняется, тьмутная тревога, то с этим можно бороться. К этому можно привыкнуть и более или менее спокойно относиться. И так, постепенно вы сможете, достаточно, конечно, нелегко, я бы не сказал, что это прям вам легко дастся, но тем не менее, у вас появится реальный шанс научиться это контролировать. Тогда сразу будете постепенно уходить. Дальше, дальше вы пишите такую вещь, значит, что вы, как бы, ну вот, вы боитесь, это понятно, вы пишите, что даже в малолюбных местах вы боитесь, что совершите правонарушение, да, это не будет свидетелей. Вот вы постоянно задаваете себе вопрос, случилось что-то плохое или нет. Будете спросить себя о том, что нужно сделать для того, чтобы вот то плохое, чего вы ожидаете, то плохое, чего вы опасаетесь, все-таки произошло. То есть, конкретно, что нужно сделать для того, чтобы это случилось. Если вы себе такой вопрос будете задавать, то тогда вы будете постоянно убеждаться в том, что, вообще-то говоря, это еще не наступило, и ваш страх не обоснован. Именно, как бы, вывод страха из мистических представлений в рациональные представления как раз-таки поможет вам перестать бояться. Ну, и о совершенно определенности в вашем случае имеют место быть достаточно серьезные моменты. Я бы сказал, что эти серьезные моменты касаются, например, таких вещей. Страх ошибки. Страх сделать что-то, наверное, по-своему. То есть, как вам правильно в данном случае сказал, коллеги, что у вас подавленные желания. Но я не думаю, что у вас подавленные желания агрессии. Скорее всего, это подавленные желания... На мой взгляд, это подавленные желания не агрессии. На мой взгляд, это, скорее, немножко другое. На мой взгляд, это подавленные желания просто проявить себя. Проявить себя и сделать то, что вам хочется. И как следствие, это страх осуждения. Это боязнь того, что вас будут осуждать, не одобрят и так далее. А потом, соответственно, возможно, придет какое-то наказание может быть за это. За то, что вы сделали какие-то дурные вещи. Если так, то скорее всего это идет из детства, и с этим нужно разбираться, к сожалению. В этом случае нельзя рассчитывать, что подобный страх уйдет достаточно быстро. Дело в том, что как бы там ни было, что бы там ни было, у вас это было, было достаточно много. И вы не знаете причину до конца. То есть до конца причину того, что с вами произошло, вы не знаете. И это значит, что вы, раз не знаете, значит и своим страхом вы также не владеете. Раз не знаете, почему это. А раз не знаете, почему это, значит, направленность вашего поведения, направленность вашей борьбы, будет носить характер непревентивный, ненацеленный. Ну, по сути, это будет, я бы сказал, знаете, это будет как выстрел в небо. То есть надежда на то, что, может быть, может быть, вы попадете в цель, а может быть и нет. По сути, это надежда на случай. Просто это возможный случай. То есть, может быть, у вас получится, а может быть, нет. Ну, и совершенно очевидно, что вам решать будете ли вы заключать свою жизнь непосредственно в зависимости от случая. А, да, то есть, будете ли вы ставить ее в свою жизнь в случае, в зависимости от случая. Или все-таки решите найти проблему и убрать все, что вас беспокоит. Как я уже сказал, есть несколько моментов, несколько причин, по которым вы испытываете подобное ощущение. На первое время, на первые вот моменты, то, что я сказал, вам, в принципе, должно хватить. Того, что я сказал, вам должно хватить на первое время. Но потом, потом, так или иначе, вам все равно нужно будет обратиться к специалисту за помощью. Потому что, простите, но самостоятельно до конца избавиться от страха у вас не получится. В принципе, на этом можно закончить, потому что для выявления причин, понимания того, чего в действительности вы боитесь, понимания того, для понимания того, что в действительности вам и движет, когда вы испытываете подобное переживание. Ну, и надо с вами разбираться, анализировать детство, анализировать ваши отношения с людьми и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а пока я рекомендую вам действовать именно так. Теми способами, которые я, в принципе, описал вам в самом начале своего ответа. Полагаю, что вам это поможет. Хочется верить, что вы найдете в себе ресурсы, найдете в себе возможность, время для того, чтобы все-таки причитывая проблему до конца, дабы она не усугублялась и не еще больше активно вам мешала бы жить. И последний вопрос, который я хотел бы вам задать в конце, он замечается вот в чем. Вот вы говорите, что вы хотите совершить правонарушение. А для чего вы хотите его совершить? Что вам нужно? Что вам необходимо? Что вы хотите получить от этого правонарушения? Что вам интересует? Какие желания? Подумайте об этом. Ведь желания ваши, в отличие от того, что вы описываете, подавлять не нужно. Напротив, с ними нужно работать. Напротив, их нужно удовлетворять правильно. Их не подавлять нужно, а удовлетворять. Но делайте это правильно, верно. Что невозможно без понимания этих самых желаний. Вот, это вам почва для размышлений. Пища для размышлений. Можете определить свои желания. Большей долей вероятности можно сказать, что вы сможете правильно их удовлетворить. И по требованию совершения правонарушения вас не будет. Правонарушение для вас единственное средство для достижения того, чего вы хотите. Ну, чего вы хотите, вы не понимаете пока. Ну, понятно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok